Привет! Меня зовут Степан Грамматик и сегодня я расскажу тебе, как правильно работать в технике тушёвки. Тушёвка это техника, при которой мы работаем с вами либо в мужском, либо в женском стадии. Для чего используется техника тушёвки? Чаще всего техника тушёвка используется для того, чтобы свести какую-то форму на нет, чтобы сделать нашу форму короче. Поэтому, для того, чтобы создать более чёткую, более качественную стрижку, мы используем с вами эту технику. Как правильно работать с этой техникой и что для этого нужно? Для того, чтобы работать с техникой тушёвка, самое важное запомнить, что при работе ножниц и расчёсок, наше полотно нижнее никогда не должно двигаться. Объясню почему. Потому что нижнее полотно создаёт для нас максимально чёткий и ровный свет. Если вы будете работать пальцами вот таким способом, у вас никогда не получится чёткой формы. Ваши руки, ваши пальцы будут ездить. И за счёт этого вы наделаете ступени в вашей форме. Что для этого нужно и как я научился делать правильные тушёвки сейчас? Это наши ножницы с вами. Это ножницы 5.5. Это наша расчёска. Самое важное, чтобы ваши ножницы двигались. Максимально ровно ваше нижнее полотно должно стоять чётко, ровно вы должны работать только нижним большим пальцем. Почему нижним? До сих пор я говорил о том, что если вы не двигаете нижнее полотно, ваш срез намного чётче получается. Поэтому ваше движение должно быть максимально чётким. Ваше движение должно быть всегда обязательно ровным. Я работаю большим пальцем, я не работаю всей ладонью. Поэтому если я буду работать всей ладонью, моя форма будет чаще всего некачественная, недоработанная до конца. Что я использовал для того, чтобы создать... Да, не для того, чтобы создать. Что я использовал для того, чтобы научиться работать только одним пальцем? Какие инструменты мне помогли в этом? Это всё очень легко и просто. Сейчас я покажу вам один из приёмов, который я использовал при обучении и работе с техникой тушёвки. Ставите нижнее полотно на палец, строго ровно, вы должны смотреть ровно на ножницы. И большим пальцем, большим пальцем, вы работаете и поднимаете и опускаете ваше полотно. Вот таким способом вы можете научиться создавать и работать чётко с техникой тушёвки. Смотрите, надо понимать, что ваше полотно не двигается, ваша рука не двигается, вы работаете только большим пальцем. Ещё один способ, который помог мне понять, как работать с такой техникой, я использовал, как правильно сказать, скорее выворот руки. Я выворачивал руку в сторону. Я ставил руку перед собой, подтягивал её чуть-чуть на себя и выворачивал руку вправо. За счёт этого блокировалась моя верхняя часть, работал только нижний большой палец. Я старался максимально медленно работать для того, чтобы добиться максимально чёткого результата. Все вы знаете, что с первого раза никогда не получается. Даже это видео, которое я записываю сейчас для вас, у меня получилось с пятого раза. Это, в принципе, абсолютно нормально. Я надеюсь, что я помогу вам в дальнейшем научиться правильно работать ножницами. Почему важно научиться правильно работать ножницами? Даже не только в мужском зале, но и в женском зале мы работаем с вами только одним полотном. Одно полотно позволяет нам с вами создать максимально чёткий срез. Максимально чёткий срез позволяет нам с вами создать максимально качественную и правильную форму. Итак, что я делаю для того, чтобы работать чётко с тушёвкой при работе с расчёской? Все мы прекрасно понимаем, что мы должны с вами работать обязательно с расчёской и как мы должны с вами двигать вашу расчёску и полотно. ставлю перед собой ножницы ставлю перед собой расческу обязательно расческа должна быть спереди она не должна быть сзади вот мы работаем с вами вот таким способом и повторяя такие движения одним пальцем я поднимаю расческу за ножницами я максимально легко работаю и поднимаю расческу за ножницами разворачиваю расческу вниз ножницами толкая расческу обратно вверх таким же способом я работаю все это и создаю свою форму то есть моя расческа должна двигаться сначала вверх расчесать волосы вниз и опять же двигаться вверх в зависимости от того вы должны понимать что зависимости от того как растут ваши волосы если ваши волосы растут диагонально в сторону вы должны повторять рост волос вы должны повторять работать диагонально в сторону почему потому что так вы работаете максимально естественно если ваши волосы растут вниз вы должны повторять рост волос наоборот противоположную сторону вы должны расчесывать волосы вверх вот в этом не заключается успех качественного пешок спасибо что посмотрели меня я надеюсь что я вам помог в чем-то если у вас есть какие-то в комментарии. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите. Я с удовольствием отвечу вам в комментариях. Может быть, у вас есть какие-то вариации того, как правильно создать тушевку, как правильно работать с тушевкой. Спасибо за внимание. Меня зовут Степан Грамматик. До скорой встречи.